новая версия галереи от компании был бы он обновился до версии 2.3.2 самое главное нововведение на мой взгляд в этом обновлении это совместимость с джумлой 4 все мы знаем что джумла 4 давно уже разрабатывается все ее уже заждались и кто не знает на момент записи этого видео джумла 4 уже rc5 rc сокращенно от релиз кандидат это говорит о том что очень скоро не знаю когда но скоро мы увидим с вами стабильную версию джума 4 на которой мы можем создавать сайты для себя как на заказ так и куда угодно так вот а галерея обновилась за которой я слежу за которую я обозреваю мне она очень нравится помимо совместимости джума 4 там много интересных нововведений давайте в этом видео рассмотрим что там нового меня зовут федор васильев и подробнее в этом видео раз новый компонент галереи совместим с джума 4 так давайте на ней на этот джума 4 с вами и проверим новые функции новые возможности этой самой галереи напоминаю что в данном видео обзоре на момент записи я использую нестабильную версию джума rc релиз кандидат 5 итак у меня все готово вот перед вами сейчас вы видите у меня тестовый сайт на джума 4 здесь я перехожу система давайте я авторизуюсь меня выкинула из авторизации еще раз система расширение и давайте установим расширение галереи на джума 4 из папки на компьютере я просто переношу компонент вы видите успешно установка протекает на джума 4 то есть никаких проблем никаких ошибок у нас тут не появляется далее я нажимаю компоненты вижу вот она галереи давайте зайдем сюда первое и важное нововведение что теперь компонент галереи поддерживает в п современный формат плюс он на лету может сжимать и конвертировать сразу изображение в то есть вы можете не сморачиваться картинки формате jpeg загружать в галерею и галерея сама ужмет до нужного размера и сразу сконвертирует в формат в то есть это просто мега круто я давно этого ждал здесь я перехожу на стройке это нужно включить вот она галерея вот они основные включить здесь еще конечно же не передел на русский язык но позже я думаю и сюда завезут локализацию здесь вот компресс имидж то есть включаем комп компрессию изображений вот здесь вот у вас будет стоять сжимать насколько сильно стоит будет стоять 60 я рекомендую наставить все-таки 80 потому что 60 уж больно сильно мне кажется он сжимает изображение что вот кубиками примут видно эти все изображения здесь опять же на ваш вкус и в цвет я всегда ставлю 80 и вот он конверта в.п. да мы хотим конвертировать в.п. нажимаем сохранить и закрыть галерея только что создал давайте загрузим первый фотографий чтобы нам было с чем работать я нажимаю вот на эту иконку создаю первую галерею сохранить и сразу создам категорию просто категория то сохранить перехожу в тест клику по этой иконке и загрузить либо с рабочего стола то есть компьютера либо загрузить из папки у меня уже изображение загружены вот они все здесь их все выделяю и добавляю в галерею сохранить следующее нововведение если вы пройдете в файловый менеджер появилась удобная иконка удобная иконка поиска изображений если вы знаете название изображения просто напишите несколько слов начало название изображения animal я знаю что у меня изображение и все картинки с этим названием будут находиться вот здесь вот то есть вот раньше этого поиска здесь не было удобно искать если очень много фотографий если хотите из всех папок найти какую-то фотографию чтобы не лазить по папкам или вы могли забыть где находится изображение но вы помните название изображения то вот так можно найти да и кстати мне очень нравится что вы 10 вы сами можете видеть видите . в.п.вп то есть мы видим что это работает и что изображение уже сконвертированы здесь у нас с вами изображение мы с вами добавили давайте сразу мы сейчас с вами посмотрим как добавить галерею прямо на сайт чтобы с фронтальной части сайта мы уже могли видеть вот эти вот изображение которые только что загрузили здесь сохранить закрыть я могу добавить галерею прямо в статью поэтому я перехожу здесь вот контент материалы а у вас здесь будет если вы только что джуму разместили создать новую статью вас не будет этой статьи тест я ее уже здесь создал и как вставить галерею вот здесь вот вы найдете в редакторе стрелочку такую и увидите здесь вот первый пункт галереи нажимаем здесь будет список всех галерей которые создали мы только что создали галерея ее и добавляем вот она здесь как бы размещается индификатором но на сайте уже это будет выглядеть как галерея я помечаю материал избранный чтобы на главной странице показывал с галереи вот эти все изображения видим галерея отображается раньше можно было вставлять ролики с youtube теперь разработчики сделали это гораздо удобнее смотрите прямо в галерею вы можете вставить видео с youtube своими у просто нажимаем на эту иконку и у нас появляется здесь при новая кнопка видео выбираем и здесь здесь вы можете выбрать сервис в имею если вы им пользуетесь или youtube здесь надо получить ссылку на видеоролик в ютюбе и вставить не всю ссылку а только индификатор ролика нажимаем сохранить что происходит сразу значок ролика подтягивается здесь он в.п. формате вот этот ролик давайте сразу сохраним пройдем на сайт и прям посмотрим то есть вот он видно что это ролик я нажимаю и видео проигрывается автоматически по крестику если я закрываю видео тоже останавливается новый эффект анимации перелистывания в lightbox и давайте его рассмотрим чтобы рассмотреть я перехожу в настройки своей галереи перехожу в lightbox и на вкладке основные слайд анимации он вот здесь нахожу фэд это анимация проявления но теперь есть возможность симпатично перелистывать изображение выбираем слайд здесь нажимаем галочку и сохранить идем на сайт обновляем фронтальную часть сайта увеличиваем изображение кликаю по стрелке и вот теперь вы видите что есть возможность перелистывать то есть это очень очень симпатично а же видео у нас в слайде перелистывается следующие разработчики сделали удобное отключение включения дополнительных опций когда lightbox у нас вот открыт то есть изображение в lightbox и например вот эти вот элементы управления скачать изображение поделиться в соцсетях лайкнуть и так далее смотрите здесь я перехожу в настройки lightbox заголовок например вот элементы управления я хочу отключить кнопку чтобы не было возможности скачивать изображение я просто по ней кликаю она становится видите неактивный также социальной сети поделиться вы можете выбрать например я не хочу чтобы делились там в пинтерест facebook и linkedin оставим только в контакте одноклассники twitter галочку сохранить идем на сайт видим иконка есть видим поделиться кнопки все присутствуют если я обновлюсь открою в lightbox изображение видим стрелка уже пропала то есть я ее отключил и шаринг мы видим только те три соцсети которые мы с вами оставили следующее нововведение разработчики в правый клик мыши добавили быстрый доступ к редактированию изображений через их не фирменный редактор то есть по любому изображению правой кнопкой мыши теперь можно кликнуть его 10 появляется видите фотоэдита если кликнем уже из известный вами редактор если вы ранее знакомы с этой галереи да но теперь вот удобно вы можете получить доступ к этому редактору на этом все основные нововведения обновления закончены я рад что разработчики двигаются в правильном направлении желаем удачи а мы с вами увидимся в следующих видео